Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Книжки пригласительные, сертификаты и так далее. А кроме того, вы еще заготовили много разных вопросов, загадок, на которые вам придется отвечать, чтобы все это богатство получили. Да, и, кстати, небольшой сюрприз мы вам тоже приготовили. У нас сегодня будет живой звук, живая музыка в культпоходе. Мы очень надеемся, что к нам музыканты придут. Пока не будем говорить, что за музыканты, но достаточно известные. Это же сюрприз. Известные в нашем городе. И надеемся, что мы успеем за тот перерыв 20-минутный все подключить, все настроить, чтобы звук был хорошим. Ну, а первая наша тема. Представляю сразу наших гостей. Екатерина Орешкович, председатель совета директоров группы компании «Роснедвижимость». Добрый день. Здравствуйте. И Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. А теперь вот... Добрый день. Добрый день. Теперь хочу задать вопрос на засыпку нашим слушателям. Как вы думаете, что может объединять председателя совета директоров «Роснедвижимости» и уполномоченного по правам ребенка? Это риторический вопрос. 211-й один звоните. Да, да, да. Это риторический вопрос получился. Нет, на самом деле, кто в теме, кто в курсе, тот в курсе. Уже анонсировано на многих площадках это событие, это мероприятие. 18 апреля состоится уже четвертый по счету благотворительный концерт «Звезды детям» по инициативе, собственно, компании «Роснедвижимость» при поддержке уполномоченного и администрации еще города и благотворительного фонда «Здоровое поколение». «Здоровое поколение». Мы ровно год назад, по-моему, беседовали, да, тоже анонсировали это мероприятие. Я, признаться, был приглашен поучаствовать. К сожалению, не смог вырваться вот с работы, довести это дело до конца, но очень, конечно, хотелось. Давайте поговорим о том, что в этом году планируется. Давайте. В этом году, 18 апреля, в 18 часов на сцене драм-театра «Известные люди города» в четвертый раз поставят музыкальный спектакль. Называется он в этом году «Вятские золушки». А в прошлом году что-то тоже вятское было? В прошлом году был Иван Вятский. Иван Вятский. Золушки, да? Да. Да, интересно. Ну, здесь все очень символично, потому что каждый этот спектакль, он несет такие патриотические основы, и он призван, помимо того, чтобы веселить публику, еще ее и воспитывать, и вызывать гордость за свою территорию. Я не буду раскрывать сюжет, но, суть, сводится к тому, что вятские золушки, их несколько, пойдут в поисках счастья и любви, и снова найдут ее на родной земле. Золушки, сколько их? Шесть. Шесть золушек. Они, не знаю, разные слои общества представляют какие-то. Кто они? Что они? Я думаю, что это выпускницы старших классов, которые поехали в чужих дальние вузы, а потом вернулись работать на родную землю. Это вообще замечательный повод купить билеты, прийти на это событие, чтобы увидеть, в чем сюжет, но вообще он намного более глубокий и закрученный. На самом деле это сказка. Это сказка. Это сказка, да. К сожалению, это сказка. Сказка, она вне времени, вне пространства. То есть все четыре года этот проект, он носит сказочное направление и рассчитан, естественно, на детей и на взрослых. И вот в этом году мне очень многие там знакомые, которые в прошлом ходили, позапрошлом году спрашивали, когда взять билеты. В первом году, когда выходили на сцену, да, выходишь и видишь там в зале очень много знакомых людей, знакомых детей, своих друзей, да. Который даже не подозревал, что они будут в зале, там придут. Вот, то есть направление оно такое. То есть оно, во-первых, всевозрастное. То есть можно ходить с детьми там, с самыми маленькими в прошлом. Ну, то есть вот если взять историю, да, там по нашему, по моему счастью, да. То есть первый год это были, значит, была сказка, где у нас были там бременские музыканты, в том числе. Второй год у нас было феерично, там где были три богатыря. Владимир Валевич был одним из них. Да. Основным. Я так и понял, что центральным. Основным. Кстати, была очень замечательная история вот про богатырей. У нас реально, значит, ну, когда-то ищут костюмы, да, там кому-то просто найти костюм. Пошли в костюмер, да, кто-то шьет, значит, а кому-то ввиду того, что у кого-то рост побольше, да, и там размер побольше. Очень сложно найти, поэтому, но в плане богатырей у нас решение все-таки нашлось. Мы нашли ребят, то есть мы пытались найти, чтобы это максимально было приближено. И мы, нас вывели на ребят, которые занимаются ролевыми, значит, вот этими играми, боями и так далее. Реконструкциями. Реконструкциями, да. Вот, тут, то есть и реально там такие, нескольких таких крепеньких есть мужичков, вот, с которых там кольчужка нам подошла. Но надо было видеть, как я это забирал, то есть я забирал на всех троих. Это надо было видеть, как я загружал машину, то есть там она просто просела, под у меня было несколько таких сумок. Ну, надо представить, да, то есть там были мечи, щиты, кольчуги, значит, вот эти какие-то штучки, которые сверху надеваются еще. То есть там, ну, реально. То есть ты нагрузил машину металлоизделиями. Это да, то есть когда мне сказали, там, значит, у нас был второй, третий, это был Паша Косырев и Петя Кочетов, значит, вот они сказали, там, ну, давай, ты заберешь, там, потом привезешь, если что, Паша, там, если приедешь пораньше, там, на второй этаж, вот, вот там тебе откроют, и там ты можешь все сносить. Значит, я когда приехал туда, я сказал, знаете, я позвонил, сказал, я вас подожду. То есть когда они приехали, я говорю, ну, вот забирайте, вот это ваши сумки, это мои. Я говорю, раз, а как ты это все носил? То есть я говорю, ну, вот как-то так весело, бодро. То есть я теперь понимаю, что те ребята, которые занимаются реконструкцией, они очень так это много. Причем мы старались... Володя, а представь богатырей настоящий, которые все-таки себя одевали. Я, честно говоря, не очень представляю, потому что у нас были мечи такие, более-менее, скажу так, наверное, бутафорские, да, а реальные-то они весели. Ну, очень-очень-очень много, и я, честно говоря, не очень представляю себя, то есть... Вот в такие моменты проникаешься и понимаешь, как это в старину делалось. В общем, каждая амуниция весила 25 килограмм на каждого. Ну, 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 25, нет, это гораздо больше. Вместе? Там одна кольчуга весила там по 25, наверное, килограмм. Поэтому... Они прошли две репетиции и одно выступление. И это мы официально две репетиции, на самом деле, мы собирались еще вот эти сцены... Нет, но две репетиции уже в амуниции, то есть уже в амуниции, да. Нет, мы в амуниции где-то недели две перед этим собирались и пытались привыкнуть, потому что изначально на первой репетиции... То есть в спортзал ходить уже не надо было? Не надо, правда. То есть, ну, во-первых, там... А снимает все это там ощущение, что ты взлетаешь легко. Во-первых, все это одевается там втроем. Например, вот мы кольчуги одевали ребятам, но ее одному одеть невозможно. Она такая узкая и длинная, представьте, ну, металлическая. Вот ты когда надеваешь футболку, ты все равно... Она немножко там решается. Она металлическая. То есть это делалось следующим образом. То есть вставал человек, руки вверх, да. Вот мы сверху одевали эту кольчугу, так руки просовывались, и человек одевался. То есть снять ее, эту кольчугу, в одиночку практически невозможно. Поэтому точно так же, значит... Ну, вы же видели в фильмах, там, когда рыцари собирались на войну, там, или вот богатыри. То есть у них были какие-то подмастерия для того, чтобы там одевать... Ну, Тон Кихот, это же Санчо Панса. Я всегда думал, что это юмористические сцены. Не-не-не, это правда. Это правда, оказалось. То есть вот я еще раз говорю, там, настоящую кольчугу в одиночку не надеть. Я-то сейчас подумал о том, что приходит... Еще и жены богатырей должны были быть такими сильными. Приходит он домой в этой кольчуге. Жена, помоги мне. Ну, ладно. Вот видите, у Володи сколько впечатлений, да, что спустя два года он помнит, как это сложно. Ну, это, наверное, трудно забыть, на самом деле. Ну, это, да, это одно из самых ярких впечатлений, такие красочные. И на самом деле, вот изначально, да, надо сказать огромное спасибо Кате за то, что проект получился. То, что на самом деле это она, идеолог, она главный энергетик, который собирает вокруг себя людей. То есть вот выдернуть людей, как вот Володя сказал, там, я не смог, там, вот, ну, значит, там, занят, да, не получилось, приглашали, занят. То есть все люди, которые там участвуют в спектакле, это известные люди города, бизнесмены и так далее, они все очень заняты. Очень заняты. Очень заняты, да. Очень заняты. И вот, значит, я представляю, в прошлом году, то есть для того, чтобы прогнать, там, вот, сцену, там, ну, что-то целиком, да, то есть там 100% состав, ну, наверное, не собирался, ну, не всегда. Ну, не пугай людей, собирался. Ну, не всегда, собирался, собирался. Но надо понимать, что у всех свои графики, там, все работают, там, допоздна, вот, но при этом... Ездят в командировки, воспитывают детей, да, вот, но при этом это все настолько было организовано, то есть люди находили, там, возможности в своих, там, плотных графиках собираться, переписываться, искать фонограммы, подбирать костюмы. И основной костяк вот этого проекта, он, наверное, да, уже все четыре года и движется. То есть там есть, ну, очень большое количество, там, бизнесменов, да. Так, давайте всех перечислим, ну, или, не знаю, основных назовем после небольшой паузы, непосредственно уже вернемся к грядущему концерту и к его подготовке. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 18 апреля в нашем городе на сцене Драматического театра будет благотворительный концерт «Звезды детям». У нас в Соде, напомню, вдохновитель этого проекта Екатерина Оришкович, председатель Совета директоров группы компании «Руснедвижимость» и Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области, активный участник проекта. Спектакль музыкальный, давайте о музыкальной составляющей поговорим. Да, давайте поговорим. В чем она заключается? Спектакль музыкальный, потому что очень много песен, очень много текстов изложено в песнях. И он немножко напоминает мюзикл. И это тоже не случайно, потому что деньги, которые мы собираем от продажи билетов, они как раз тратятся на вокально одаренных детей из необеспеченных семей, то есть из опекунских, многодетных и социально необеспеченных. И когда дети получают эти гранты, они их целый год отрабатывают в музыкальном театре, в детском музыкальном театре. И вот за это время, за целый год... Давайте уточним. Деньги, собранные с продажи билетов, потом переформироваются в гранты, и вот эти гранты идут уже на обучение. И идут на годовое обучение вокально одаренных детей, которые не могут сами себе позволить это обучение. И вот эти дети целый год, когда они занимаются музыкой и вокалом, они тоже дают спектакли, но уже на свою аудиторию, на целевую. Они дают спектакли в детских домах, в домах престарелых, в домах инвалидах, да. До 25 спектаклей дают дети в музыкальном театре, да, за год. Это серьезно. Это серьезно. И у них есть опыты, большие сцены, то есть у нас есть договоренность с филармонией раз в году. Они выступают в больших проектах филармонии, в новогодних, и тоже играют до 25 спектаклей, только новогодних спектаклей. Поэтому у ребенка большая нагрузка и большая отдача. А в вашем проекте они участвуют, вот эти вот детишки? Конечно. И ровно через год в проекте «Звезды детям» они сдают вахту следующим детям. И вот в этом году вы увидите ребят, кто вот в этом спектакле также интегрированы, и они будут передавать вахту следующим. А сколько ребят же получают поддержку этих грантов? От 10 до 12 детей годовые гранты они получают. А их возраст? От 9 до 16 лет. А у них до этого какая-то музыкальная уже есть? У кого-то есть, у кого-то нет. То есть, знаете, что интересно? Когда люди учатся в музыкальной школе, они идут в соответствии с определенной программой. И не все дети готовы выдерживать этот график, раз. А во-вторых, там не всегда получается союз удовлетворенности. Здесь дети вовлечены на 100%, им это очень нравится. И они получают, самое главное, опыт отдачи своего искусства. То есть они учатся отдавать, дарить. То есть то, для чего человек приходит в этот мир. А что обучение потом включает в себя? Только вокал или сценическое искусство? Нет, это полноценное театральное искусство. Это вокал, сценическая речь, актерское мастерство и хореография. И хореография. Хореография еще. А года вообще достаточно для того, чтобы... Ну, конечно, недостаточно. Уровня какого-то достигнуть. Тогда надо делать несколько проектов в год, чтобы дети получали многолетние гранты. Надо, но это, по крайней мере, дает возможность вот этим детям сделать очень серьезный шаг в этом направлении. То есть вообще год это такая концентрированная период, за который можно что-то сделать. Я вас уверяю, вот я на примере другого нашего проекта «Право на творчество», который вы знаете, да. Вот мы говорили, когда мы ставили там комплект аппаратуры в детский дом, у нас через год был отчетный концерт. Дети через год создали команды, и они никогда не играли, начали играть. То есть здесь то же самое. Ребята за год учатся, ну, во-первых, не боятся сцены, не боятся аудитории. Ведь некоторые из них, ну, там дальше комнаты одной или квартиры, или там, ну, в детском доме, да, какого-то вот там блока. Да, 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 никогда не выходили, не выступали. То есть изначально надо видеть, как они получают в итоге там гранты, когда вот они выходят, вот новенькие, да, которые, там, половина из них просто на сцену очень робко выходят, там, да, стесняются, да, вот. А на следующий год, когда они уже там на сцене, то это говорят, о, о, эти же. То есть вот видишь, когда они передают вахту, да, на самом деле это дети уже немножко другие. У нас очень много талантливых детей. У нас, к сожалению, не у всех, у них есть возможность посещать занятия, ну, скажем так, у профессионалов своего дела. Это уроки, ну, фактически частные, фактически индивидуальные, ну, в малых группах, да. И надо еще учитывать, что преподаватели занимаются не только этими ребятами, да? Да, да, да. То есть вот здесь, как бы, все-таки год это, ну, такой, ну, хороший период для того, чтобы дать этим детям возможность попробовать и понять, что вот это вот их, и что можно развиваться дальше. А когда тебя уже научили, тебе поставили там основы вокала, там, голоса, то есть она понимает, то есть дети могут, ну, дальше, во-первых, сами заниматься. Во-вторых, все-таки там есть случаи, когда детей замечают, и они начинают принимать участие, о чем Катя говорит, в проектах там в дальнейших, да, и есть возможность, ну, попасть-то и в какую-то и студию бесплатную, да. Потому что, ну, вы знаете, там, поймите правильно, у нас не так много проектов, которые рассчитаны на аудиторию там не 6-7-8 лет, да, а постарше. Вот, значит, там история, которая случилась, знакомство там с Леной Хачатуровой, значит, студии открытия, да, изначально. Там были ребята там постарше, вот они там у нас в прошлом году принимали участие. Вот, и здесь, еще раз повторюсь, там, ребенку дается возможность показать себя, увидеть там других детей, понять, что даже не имея там базового музыкального образования у кого-то из них, а имея огромное желание и там какие-то задатки, можно развиваться, и можно развиваться успешно. Вот я вам расскажу, знаете, историю одну. Вот вчера буквально мы закончили отбор детей и собирались с родителями детей-грантополучателей этого года. А вот я хотел спросить, а как вообще отбор детей-то происходит? Наверняка огромное количество желающих. Это происходит следующим образом. Вот каждый проект, он идет при поддержке уполномоченного по правам ребенка. То есть первый, кто предлагает кандидатов и призывает службы, которые владеют информацией об этих кандидатах, это уполномоченные по правам ребенка, и все службы начинают поставлять нам детей. Грубо говоря, у вас есть список? Есть. Во-первых, конечно, у меня есть прямая связь в режиме с любым детским домом, школой-интернатом, с службами, которые занимаются работой с приемными семьями. То есть я знаю, сколько детей, конечно, какого возраста. И я знаю людей, которые могут сказать, ну и детей, которые вот у нас вот эти две девочки талантливые, мы могли бы как бы их направить, да, вот у этих ребят могло бы получиться. А вообще, в принципе, из какого количества ребят? Ну, примерно 30-40 человек. 30-40 человек, примерно 4 человека на место. Да, чтобы было понимание, то есть мы не устраиваем предварительно какой-то глобальный кастинг. Вот у нас нет такого, знаете, там, 200 детей взяли с детских домов, сейчас тебя будут отбирать. Мы все-таки со взрослыми определяемся. У детей не должно быть стресса. То есть если мы определили, что вот эта девочка участвует, ну фактически, да, Катя, она и участвует. То есть вот здесь вот, ну формат вот такой. Вот, единственное, по итогам, это уже Катя знает, там, сколько удается там грантов, ну вот на сколько грантов насобирать, тогда количество там определяется. Но это не значит, что этот ребенок не может попасть там в следующем году. Поэтому вот здесь все-таки мы там с помощью взрослых, да, определяемся. Значит, у нас вот есть из этих 20 детей, допустим, вот мы можем предложить вот этих троих. Конечно, ответственность, но, как правило, ну вот эти кандидатуры нам понятны. Поэтому я вот их предлагаю, да, Катя. Итак, вы закончили накануне, да? Определились с кандидатами, которые будут претендовать на поддержку. Я немножечко дополню, да, каждый год этот проект, он прогрессирует, в том числе и в отборе кандидатов. Вот первый год он был посвящен полностью детям-сиротам, второй год полностью детям из опекунских семей, на третий год многодетные подключились, на четвертый уже социально необеспеченные семьи детей-инвалидов. То есть сейчас вот у нас концентрация идет на том, что это опекунские, социально необеспеченные, многодетные и дети-инвалиды. Это все областной центр? Это все областной центр, да. В областном центре живут. Мы Чапецк привлекаем, но Чапецк, как правило, ему очень тяжело ездить, поэтому мы замыкаемся в городе. У нас был и Слободской. Был и Слободской, да. То есть вот каждый год были разные проекты. Первый год вот мы давали по области, они сами отрабатывали эти гранты, потом мы делали совместный проект. Потом дети стали получать гранты уже на целевое обучение, то есть в конкретном месте, в конкретное время. Под них есть программа, у них есть детский музыкальный театр открытия, и он этим занимается. Эта история есть, которую вы хотели рассказать? Да, я хотела рассказать вам историю. Предварили словами, что... Да, 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 что вот вчера буквально мы сидели с родителями, кто получит гранты в этом году, и вот история мальчика. Вот есть мальчик Веня. Он из приемной семьи, он шестой ребенок в семье, пятеро своих детей у семьи. Вот они как раз из Нововятска. И этот Веня прослышал про этот проект еще год тому назад. И в этом году родители сами инициировали подачу заявки, они пришли в этот детский музыкальный театр открытия и сказали, вот Веню надо посмотреть. И вот этот Веня... Сколько Вене лет? Вене учится во втором классе, ему 9 лет. 9 лет. 9 лет. Ну, остальные уже ребята известны, им тоже по сколько лет? Точно так же? Точно так же. До 16, да, сказали? До 16. Я бы даже сказала, что в этом году набор до 14. Вот 14 самый старший ребенок. Вы спросите у Кати, что такое детский музыкальный театр открытия? Она скромничает, вот, она скажет на самом деле. Спрашивая. Чей это театр? Детский музыкальный театр открытия, его учредил благотворительный фонд «Здоровое поколение». И вообще этот проект, конечно, родился из звезды детям, как ответ на этот проект. И на сегодняшний день детский музыкальный театр открытия, такой, знаете, преддверий взрослого музыкального театра. Заявка на то, что из него вырастут когда-то кадры для взрослого музыкального театра. И сегодня этот коллектив уже насчитывает около 100 человек. Там занимаются с детьми от полутора лет до 16 лет. И разные есть направления, студийные есть направления, есть комплексные, есть проектные. Очень интересно. И даже вот кто сейчас нас слушает, родительские дети, это именно то место, если вы хотите, чтобы ребенок комплексный. Кто занимается в этом театре с ребятами? Я имею в виду педагоги, квалификации, опыт? Да, да. Педагоги областной филармонии занимаются. Занимаются педагоги училища имени Казинина. Есть у нас сотрудничество с кукольным театром. Режиссер кукольного театра занимается. Так что же педагоги очень высокого класса. Вот какой-то своей-то площадки пока нет, да? У нас есть площадка на территории офиса группы компании «Руснедвижимость», реклама, но тем не менее. Ну, а Русского 21, 3-4 этаж занимает музыкальный театр. Нет, но я имею в виду площадку вот именно такую, концертную, где бы этот театр мог... Нет, это репетиционная площадка. Это репетиционная площадка, но концертную принимают и Домокультуры, и кукольный театр нам помогает. То есть концертная площадка, с этим нет проблем. Это вот то, что называется, Катя, можно комплимент сделать, да? Это называется социально ответственный бизнес. Когда фактически в своем офисе компания «Руснедвижимость» выделяет там два личных кабинета больших, целиком. Этажа. Два этажа. Два этажа. Извини, пожалуйста. Два этажа под детский проект, под детскую студию, под детский театр. Да, ну, это вы не представляете. Это очень здорово. То есть когда у тебя раз в неделю проходит концерт, и там дети топают, поют, идут занятия. Ну, это как-то и клиенты, они так относятся с пониманием и с любовью вот к этому процессу. Здорово. У нас сейчас небольшая реклама, мы скоро продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Следуем далее. В Кирове пройдет благотворительный концерт «Звезды детям» уже в четвертый раз. Сейчас постановка будет дана на сцене драматического театра 18 апреля, начало в 18.00, где там же в драме можно билеты приобрести. Да, можно купить в драмтеатр и в компании «Роснедвижимость» на «Арабского 21». Это Екатерина Оришкович, представитель совета директора группы компании «Роснедвижимость» и с нами еще Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в нашем регионе. Давайте пройдемся по именам «Звезд», которые будут участвовать в «Вятской Золушке». В «Вятских Золушках» точнее. Давайте по «Золушкам» пройдемся. Компания СТС и Бачурина Наталья, соучредители, заместитель директора компании «Технополис». Ну так достаточно пестро. Сфера-то представленная. От бизнеса до чиновников. Да. Ну а принцев можно, я не буду раскрывать, пусть это будет сюрприз. Ну на каждую принц-то будет, да? На каждую будет принц, у одной даже будет свекровь, тоже известная очень девушка в нашем городе. А там кто? Кто? Кто, кто, не скажу, да. И будут творческие коллективы известные. Как-то темные силы будут, светлые силы, злые персонажи, добрые персонажи. Ну вы знаете, в этом году как-то все вот без особо, без сильно злых персонажей, но везде есть борьба. То есть в каждой сцене, когда принц завоевывает девушку или девушка завоевывает принца, везде там некий конфликт сначала присутствует, а потом все заканчивается хорошо. А я сижу, орешки читаю. Фильм-то был три орешка для злых. Здесь получается, фильм будет 18 орешков для злых. 21, а свекровь куда девать, еще три орешки. И еще орешки, да? На орехи, да. Да, у свекрови еще 51 ребенок, так что это все очень интересно. Вот, и кстати, к вопросу, там еще один нюанс, музыкальный проект. Музыкальный, то есть помимо того, что это спектакль, там еще все поют. Золушки все поют, точно. То есть я как раз хотел спросить, петь-то будут только вот ваши вот эти выпускники этого года или участники взрослые тоже? Все поют, поют золушки, поют принцы, поют участники театра открытия. И свекровь поет. И свекровь стоит рядом. Надо идти, Николай, надо идти. Свекровь поет, надо идти. Это просто нельзя пропустить. Я хочу сказать, что для меня лично на протяжении всех этих лет было открытием, когда приходит там человек, который ты знаешь по медийному пространству, это очень известный человек, ну допустим, успешный бизнесмен, еще оказывается, что он там хорошо поет. То есть для меня там открытием был Петя Кочетов в свое время. Сейчас он работает в БКК. А до этого он работал в компании «Спартак», значит, коммерческим директором. Вот, и оказывается, там человек, у него прекрасный голос, он фактически профессиональный там певец. Да, вы его услышите в этом году. Он будет, да? Да, конечно. Замечательный человек, и действительно человек очень профессиональный, и дает концерты, как оказалось, периодически. Мы с ним потом разговаривали, он то в центре семьи, а то в Нижний Ивкино. И когда мы разговаривали, Петя, как бы, а что это? Он говорит, ну вот это отдушина, то есть это вот такое хобби, которое дает немножко тебе такой просвет жизни от текущей действительности, от дел каких-то. То есть он большой, и таких людей там каждый год там много. Для меня там вот Лена Бугреева, да, Росздравнадзор, в прошлом году было открытие. И запела. И запела, запела хорошо, то есть это правда, то есть там отдельный... То есть а раньше она не замечена была в этом? Не замечена была. Ну так, узкий круг знал, но широкий нет. Да, ну я, например, встречался только по работе, да, по официальным мероприятиям. То есть на официальных мероприятиях она не пела? Не пела, не пела, и мы по тем там обрещаниям, с которыми мы работаем, да, и по рабочим моментам с Росздравнадзором, то есть это официальное лицо всегда для меня было. Но это, кстати, не единственный чиновник, который будет в нашем спектакле. Вы узнаете еще других чиновников. Я просто вспомнил, у нас в 90-е годы был такой великий меценат, слободского происхождения, не буду называть фамилию, он получал с помощью своих искусств и кредитов, он ходил с баяном в банк, и он очень хорошо и жалобно пел. Отказать ему было невозможно. Идет по улице на встречу с баяном, значит, из банка взял кредит. Что-нибудь вроде подайте, фри старайтесь. Слушай, я это все-таки довольно лично, я вижу, что сейчас только знаю, что он пел. Насколько я понял, вот подготовка к этому спектаклю, и сам спектакль такая непередаваемая особая атмосфера, где даже если ты, простите, слажал, но слажал искренне, искренне, тебя простят, закроют на это глаза, и никто потом не пожурит. Но пока, вы знаете, в лаже никто не был замечен, да? Не замечен, кстати, люди относятся очень серьезно. Когда идет живое исполнение, извините, кексуют даже звезды, в этом ничего страшного нет, это живое исполнение. Да, но я уверяю, Николай, то есть как бы со стороны там глядя, ни разу никто в откровенной там лаже замечен не был. Я знаю людей, которые переписывали там фонограммы, ну, минусовки, подложки, да, значит, в другой тональности, то есть изначально предлагалось вот это, там не подходит, немножко там переписывается. Голосно, трудно, да. Да, и еще нужно же отметить, что все это время профессиональные режиссеры занимаются. Да, в этом году у нас, знаете, то же событие, у нас профессиональный режиссер с нами занимается драматического театра, Захар Пантелеев, и он одновременно вместе с нами еще четыре спектакля выпускает, поэтому он как фигара тоже не ест, не пьет, как Володя Шабардино, бегает на репетиции. Ясно. Сценарий, как создавался, кем создавался, ну, я знаю, что традиционно вы, Екатерина. Да. Вносите большой вклад, так скажем, в создание материала. Ну, сценарий, да, он, знаете, как создается, ну, он собирается инициативная группа, и какие-то идеи накидывает, потом почему-то придет только меня, и я пишу это все. То есть возникает базовый сценарий. Ну, и подключаются уже те, кто более профессиональный, они чуть-чуть там вычищают, и потом я еще расправлю этот сценарий, и вот в финале он такой вот выходит. Но, конечно, те, кто играют, они все добавляют своих акцентов, и режиссер что-то где-то меняет. Абсолютно точно, потому что бывает там вот это, вот это, вот это. Я присутствовал на каких-то, на первых репетициях особенно бывает, да, когда там идет там фонтан вот этих идей и мыслей, да, то есть там выходит три богатыря, там, да, и вдруг там сбоку прилетает, а давайте туда вот, и тут появляется вот это. То есть там пауза, ну, какой-то там персонаж абсолютно неизвестный, там, нет, ну, давайте там человек сидит, ну, ладно, хорошо, там, а давайте вот это. То есть просто кто-то приходит, там, допустим, новый человек, он приходит со своим там характером или там с песней, которая ему знакома, да, то есть ему, допустим, удобнее петь вот это, да. Но при этом вот этот там персонаж, там, ну, не знаю, возьму сейчас там Аспаталка, там, крокодил Гена, там, в богатыре никак не писать. И говорит, давайте немножко, может, эту сценарийную линию очень долго переписывать, да, давайте, может, там, что-то другую песню. Вот, но при этом я вот со стороны, опять же, могу сказать, что это абсолютно такое народное творчество, то есть это проект абсолютно уникальный в том плане, что этот сценарий написан, то есть вот то, что вы придете и увидите, этого там не было. Не было. Не было. То есть это не готовая там постановка какая-то, там, не знаю, ханума, там, да, значит, просто в исполнении там известных людей. То есть это абсолютно новое там какое-то произведение, там сказки, которой не было. Да, производная на тему. То есть для всех, на самом деле, это остается загадкой, что из этого получится, и даже, значит, там же прогоняется отдельными сценами, да, эпизодами. И в целом-то еще никто этого не видел, да? Пока нет, у нас десятого будет первый прогон. В целом, вот, в этом году этого еще никто не видел, то есть что будет в итоге, поэтому там, для большинства людей, на самом деле, которые даже участвуют, это там большая загадка там, что дальше. У нас будет, например, вот такая фея, ведь вот она вот у Золушек появляется, да, и вот ее Захар Пантелеев видит такой дамой не очень высокого достатка, такой немножко похожий на Пеппи длинный чулок. Вот у дамы, которая играет в фею, она тоже, кстати, известный человек, у нее шок, вот она не знает, где костюм найти. Но, тем не менее, она в этот образ вживается, вживается с каждой репетицией. Мы общались несколько раз с людьми, которые приходят к нам в гости на эфиры, и которые бывали на предыдущих спектаклях. Они делились самыми светлыми эмоциями от того, что увидели и услышали, и неоднократно говорили о том, что вот это такая прекрасная возможность как-то вот по-доброму, по-хорошему посмеяться, улыбнуться, да, увидеть своих коллег вот в необычном для них амплуа. Вот я сейчас иду к тому, что поясните, пожалуйста, взрослым, опытным людям, которые нас слушают, ради чего нужно сходить на этот спектакль. Ну, посмеяться удастся, конечно. Понимаете, весь спектакль, он построен на узнаваемых образах, то есть на то, что является брендами вятской земли, то есть то, что не надо объяснять. Там то и дело квас где-то возникает, да, то и где-то... А сам-то мистер квас участвует? Посмотрим. А, то есть это не разглашается пока? Вот, но в этом году вот иногда какие-то политические такие вот моменты. Вот в том году мы Крым прокатили, да, у нас было три сына у отца, там первый Йорик был, умный сын. Поясните, что значит прокатили, писали в сценарии? Писали в сценарии, да. Второй был Крым и так и сяк, а третий вовсе был Иван. Вот. А в этом году Золушки, вот они там находят таких принцев, и часть из них это узнаваемые люди, то есть вот один из известных депутатов Госдумы, например, вот его портатив будет взят в эту сказку. Ну, еще кое-чей не буду говорить. А почему именно вот эта тема такая, женская? Женского счастья? Вообще, я так понял, что бывают у них и мужские темы. Бывают мужские, богатыри уже были, сейчас Золушки. Ну, нет, на самом деле, если взять предыдущие, у нас там были богатыри, Иван Царевич с волком был в прошлом году, в прошлом там... Весенняя сказка была, принцесса была. В прошлом году был Козел, главный действующее лицо. Простите, Козел. Простите, Козел. И, кстати, Козлом был Саша Рылов, значит, первый городской канал. Да, он в этом году тоже участвует, только в этом году он принц. Он уже не будет Козлом. Он принц, да. Он привычный. Видите, как эволюция... Люди растут. Рост. Из Козла в принцы. Раньше говорили, из грязи в князи, а сейчас из Козла в принцы. Ну, это, знаете, как называется, каскадная пара, да, то есть комическая пара. Вот у нас в этом году будут петухи. Они вообще должны были быть любовными голубками. Каждый из них должен привести Золушку к своему принцу. А получились петухи, потому что год петуха. В общем, все как-то очень интересно и замысловато, переплетено. Все очень пекал, переплетено. Это такая, знаете, большая... Художественная самодеятельность, да, Витя? Рахар говорит, что это спектакль, что это, да, не концерт. Знаете, как бы детские студии развития, да, для малышей, где приходят, спектакли ставят. Вот такая взрослая студия развития, значит, где так же весело и интересно. Нет, но тем не менее, я так понял, что там возрастное ограничение будет ноль плюс, я так понял, да? Ноль плюс, да. Вопрос, чтобы только ребенок высидел, потому что сама сказка будет час пятнадцать, и еще 35 минут будет официальная часть по награждению детей. А, официальная часть, да, действительно, когда со сцены будут вручаться вот эти... Да, да, гранты. Гранты, которые в открытии будут заниматься. То есть вот чем этот проект, опять же, хорош, значит, вот тот человек, который пришел, тот человек, который купил билет, он сможет увидеть конкретных детей, конкретных детей, которым будут влечены конкретные свидетельства о том, что он... То есть этих вопросов там, а куда делись мои деньги, не выйдет, он сразу это поймет. Вот конкретные дети, они все будут на сцену сразу после этого спектакля. Официальную часть у нас традиционная Леша Андреев ведет, и он в этом году тоже поведет. И, то есть, можно будет увидеть гранты-получателей и предыдущего года, которые, собственно говоря, на сцене, и текущие. То есть там вопросов, а куда, на каких там конкретных детей, может, их детей-то и нет совсем. Нет, вот они конкретные дети, сразу после спектакля выходят. Если дети там из приемных, опекунских семей и прочих, то есть там и родители в зале есть. То есть это вот... Можно потом этого ребенка там проследить в следующем году, да, когда он будет участвовать. Я думаю, что продолжение будет. Катя на этом не остановится. Вот конкретно, что в прошлом году ребенок был гранты-получательным, вот мы видим через год это же самое лицо. Поэтому здесь вот абсолютно все прозрачно. И мне всегда импонируют проекты, которые организуют люди, состоявшиеся. Я всегда об этом говорил. У нас много, там несколько вещей ведется. То есть люди, которые, ну, знаете, на детях не пытаются заработать. То есть люди, которые состоялись в своем деле, вот те бизнесмены, которые участвуют, там те успешные люди, да, значит, они с этого проекта просто там априори ничего финансового иметь там не могут. Наоборот, они вкладываются. Они докладывают, да. Поэтому вот это хорошо. И здесь можно не сомневаться, что там эти деньги куда-то там идут. Нам на этом пора закругляться. Еще раз повторю, что очень-очень скоро, 18 апреля в Драмтеатре состоится... 18 часов. 18 часов. 18 часов. Состоится благотворительное музыкальное спектакль-сказка под названием «Звезды детям». Название «Вятские золушки». «Вятские золушки». «Вятские золушки». Билеты еще раз напомним, можно приобрести в этот Драмтеатре непосредственно и в офисе Роснедвижимости. Новорожского, 21. Спасибо, Владимир Шабардин и Екатерина Орешкович. Мы уходим с Николаем на непродолжительное время. Очень скоро вернемся и вернемся с музыкой.